Ишь ты, понакупали квартиру, лифт своим барахлом заняли, а я за них пешком спускалась. Ой, а здесь спускаться-то со второго этажа, а люди, может, хорошие. У меня жена такая симпатичная, поздоровалась со мной. Все они сначала хорошие, а потом храны закрыть забудут, и тащи первые ведра. Принимай работу, командир. Может быть, премию выпишешь, как для себя тащили, даже в квартиру занесли. Пункт договора 6-4. Доставка мебели производится до места в квартире. Так что тебе на работе премию выпишут. Ты буквоец. Я юрист. Ну, как? Ой, отлично. Но занавесками гораздо уютнее. Ну да. Папа, а где будет мой гараж? Папа, где будет наш гараж? Иди сюда. А мы сейчас пойдем в твою комнату и все там обустроим. Ура! Ура! У меня будет твоя комната! Дровосек взял топор и пошел в лес. И шел он долго-долго до самой ночи. Мама, а ты завтра сразу уйдешь из садика. А что такое? Я там никого не знаю. Ну, я немножко с тобой побуду, а потом мне на работу нужно будет идти. У тебя друзья скоро там появятся. Все наладится. Субтитры сделал DimaTorzok Как здорово! Присаживайся. Ты помнишь, как мы первый раз приехали смотреть эту квартиру? Угу. Она как раз оказалась такой, как мы мечтали. И дом, и район. За наши мечты. Какая у нас следующая мечта? Чтобы ты ушла из своего агентства. Но эта работа не для тебя. Хорошо, как скажешь. Послушай, это чтобы Дениску не разбудить. Узнаешь? Да, узнаю. Вас можно приносить? Можно. Спасибо. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Залетай. 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 КОНЕЦ Мама, наша машина совсем сломалась? Я не знаю, сынок. Ну и долго стоять будем? Я... Надя? Андрей? Фу, вот так встреча. Да, вот сюрприз. Мам, мы скоро, а то мы с садика вас знаем. Скоро, скоро. У меня вот машина заглохла. Я не знаю, как быть. Открой капот. Да, сейчас. А ты здесь как? Я здесь живу. Три дня уже, вон в том подъезде. Да ладно. А на каком этаже? Пятый. А я на девятом. Получается, мы соседи. Получается так. Заводи. Спасибо тебе большое за помощь. Да не за что. Соседка. Это твой? Мой. Поздравляю. Замужем? Замужем. Андрей, прости, мы в садик опаздываем. Да-да, конечно. Спасибо, пока. Так. Так, так, так. Это я понял. А вот здесь автобус какой будет? Большой, комфортабельный. Я имею в виду, какой марки. Я не знаю, разные бывают. А, надо бы знать. А то подсунут какую-нибудь развалюху. Наша транспортная компания проверяет каждый автобус перед каждой поездкой. Да знаем мы, как они проверяют. Теперь, что касается Ярославля. Окно в номере на Волгу выходит? У вас днем экскурсии, вечером праздничное шоу. Вы будете возвращаться в номер очень поздно ночью. А я хотел бы полюбоваться волжскими просторами на рассвете. И хорошо бы, чтобы балкончик был. Вы будете выезжать из номера до рассвета. Зачем вам балкончик? Извините, ради бога. Надюш, можно тебя на минуточку? Да. Иди вниз в кафе и жди меня там. Я разберусь. Вы сказали балкончик? Да. Не проблема. Я сегодня своего бывшего встретила. Да ты что? А мои соседи живут в моем подъезде. Мы теперь каждый день будем встречаться. Не драматизируй. Я своих соседей по площадке месяцами не вижу. Уверена, с тобой будет то же самое. Надеюсь. Что у вас сегодня было на обед в садике? Картошка с коклитой и рассоли. Вкусно? Угу. Ты все съел? Да. Молодец. Молодец. Секундочку, подожди. Да, Полин. Молодец. Молодец, правильно все сделала. Не показывай ему никаких документов, никаких встреч. Скажи, увидимся в суде. Да. Умница. На связи пока. А кто это, Полина? У вас новый работник? Да. Шеф привел. Мы думали, блатная. Слушай, оказался хороший юрист. Я без нее теперь-то без рук. Да? Да. Ой, Полинка, платье отпад. А ты что, на вечеринку с медведем пойдешь? Давай выпьем. Выпьем. Ну ты просто красотка. Все мужики твои. А мне и одного хватит. Симпатичную. Умную. И перспективную. Ну, а ты говорила, он вроде женат. Это пока он женат. Егор, ну не так быстро. Слушай, ну мы задержимся. Что, ладно? Да. Голова закружится. Лена. Здравствуйте. Привет, Петя. Привет, мой хороший. Спасибо, что выручила. Егор! Что? Надюш. Ну ты мне сказала, это юбилей компании. Да, юбилей. Я правильно понимаю. Ну? Ну ты представляешь, какие там все будут? Лена. А ты прости меня. Это любимое Петяно платье. Все остальное не важно. Понятно. Что? Подожди мне одну секундочку. Что? Не хватает одной детальки. Ямигом. Куда же ты? Жди меня здесь, Ямигом. Лена. Лена. Лена, подожди. Добрый вечер. Привет. Знакомьтесь, это моя жена Надя. А это моя коллега Полина. Очень приятно. Взаимно. Красивая брошка. Это бижутерия? Да нет, ну что вы, это настоящая старинная. Простите, я не заметила. Помочь ей не делать. Спасибо. У Нади прекрасный вкус. Я без нее даже рубашки боюсь выбирать. Петя, Петя. Я вас оставлю. Что вы будете пить? Апельсиновый сок, я за рулем. Пожалуйста. Благодарю. Чудесно иметь такую преданную жену. А вот мне кажется, придется вызывать такси. Неужели вас некому проводить? Увы, принцев мало. А на меньше я не согласна. Зачем же обязательно принц? Главное, чтобы вы любили друг друга. А у меня любовь и принц все вместе будет. Спасибо. Извините, мне нужно позвонить. Угу. Алло, Лен, здравствуй. Как там? Денис вас не сильно замучил? Ой, да ты что, Надюш? Они весь вечер только играли друг с другом. Я даже фильм спокойно могла посмотреть. Ну, расскажу вас там как весело. Для меня никого нет. Нет пока, ну я все помню, не волнуйся. Спасибо тебе за брошку, она имела успех. А завтра тебе все в подробностях расскажу. Ладно, пока. Ну все, пока. Целую. Вечер удался. Это было великолепно. Да, милая моя, ты тоже был в ударе. Особенно, когда ты танцевал с Полиной. Кстати, как тебе, Полина? Честно? Угу. Не очень. Почему? Мило улыбается, вежливо говорит. А в глазах подвох. Она какая-то фальшивая. Да? Мне кажется, ты ошибаешься. Ну, может быть. Тебе виднее. Ты же с ней работаешь. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Добрый вечер. Представляете, в подъезд попасть не могу. Ключи забыла, а жена, как назло, в гости уехала. Пойдемте. Прошу вас. Как машина? Больше не барахнет? Нет. Петь, познакомься, это Андрей. Наш сосед помог мне сегодня с утра с машиной. Петр. Петр. Андрей. А что у нас с машиной? Да. Похоже, рельеф стартере умирает. Я, вообще-то, в сервисе работаю. Так что? Приезжайте. Починем по-тосецки. Спасибо. Даже неудобно как-то. Вы знаете что? Вы приходите в гости. Ну, прямо со всей семьей. Вроде как на новоселье. С удовольствием. Заходи. Я не понимаю, зачем ты его пригласил? С какой стати? Ну, а что здесь такого? Ты первый раз видишь человека, сразу приглашаешь его в дом. Даже у меня не спросил. Да ладно тебе. Ну, он же тебе помог. Да, вообще, видно, нормальный мужик. И вообще, с соседями надо дружить. Петь. Я должна тебе признаться. У нас с Андреем был роман. Мы встречались три года. Прости, что я... Надя. Вот их встреча. Похоже, наши случайные встречи становятся привычки. Мне так не кажется. Ты рассказала своему мужу о нас? Еще нет. Давай сделаем вид, что мы обо всем забыли. Надя. Надюш, ну зачем ты так? Не надо меня так называть. Хорошо. Прости. Не буду. Это твоя любимая? Я не ошибся? Уже нет. Мои вкусы изменились. Закончим на этом? Настя, ты знаешь, я, я много думал о нас и... Извини, я сейчас... Да, слушаю. Нет. Я же сказал, этот заказ в первую очередь. Да. Тебе деньги кто платит? Я или Игорь? Ну вот и все. Значит, слушай меня. Да, первую... Все, молодец. Да... Субтитры создавал DimaTorzok Надюш, я в воздуху вышел подышать. Я скоро вернусь. Так, ребят. Только без мордобоя. Надь. Надь! Надь! Черт. Кролик обалденный. Дадите рецепт? Конечно. А я вам дам рецепт пирога своего, сибирского. С рыбой. Вам очень понравится. Угу. У меня есть тост. Давайте перейдем на ты. Ммм. И правда, о чем выкаем-то? Все-таки соседи, нам вместе жить. За дружбу, домами. И людьми. Я пойду чайник поставлю. Угу. Подожди, ну, рано еще. А мне нужно сервис еще найти. Ага. Тебе помочь? Нет, сама останусь. Ты что, с ума сошел? Тебе помочь? Нет. Иди, пожалуйста, в комнату. Значит, ты вышла замуж через полгода после нашего расставания. Быстро же ты меня забыла. Андрей, прекрати. Да ладно. Я не обижаюсь. Будем считать, что квит. По-моему, мы закрыли уже эту тему. Почему? Ты знаешь, сейчас ты мне нравишься еще больше. Раньше ты была принцесса, а сейчас настоящая королева. Позвольте поцеловать ручку имличеству. Отстань, ты с ума сошел? Как хорошо, что мы с вами познакомились. А то я здесь вообще никого не знаю. У тебя что, совсем нет здесь друзей? Ну, все мои друзья далеко. За пять тысяч километров. Ты, наверное, даже не слышал о таком городе. Я из Малой Ляли. Откуда? Начнемся завтра, Надеж. Клянусь, ты ни о чем не пожалеешь. Я для тебя все сделаю. Пошел. Андрюш, представляешь, как только скажу откуда, обязательно переспрашивают. Из Малой Ляли. Ляли. Это маленький сибирский городок. Подожди, а как же твоих тогда земляков нужно называть? Ля-ляня? Или Ляличи? Может быть, ля-лянцы? Ой, не смеши. Я даже не думала, как. Свет, ты сходи на кухню. Наде, помоги. Хорошо, Андрюш. Ну что? Давай за любимых жен. За красивых женщин. Тоже вариант. Такие хорошие люди, правда? Простые, ничего себе не строят. Прям как у нас. Помолчи, а? Они тебе не понравились? Они-то мне понравились. А вот ты. А что я? Что-то не так? Что ты можешь так? Я не знаю. Прости, пожалуйста. Я старалась. Ладно, хватит нюни разводить. Лучше он унеси. Слушай, что за пошлая блузка на тебе, а? Мы же вместе покупали. Ты сказал, ничего. Ничего, по квартире шастать и мусор выносить. Ну не в гости ж ходить в этом позориться. Ну сказал бы. Я бы что-нибудь другое надела. А что другое? У тебя же все вещи одинаковые. Дешевка. Вроде денег на тебя не жалею. Одеваешься, как уборщик из супермаркета. Ля-лянка. Как хорошо, что ты еще здесь. Ты домой едешь? Да, сейчас письмо в Леспром отправлю и поеду. Здорово. Ты меня до метро не добросишь, а то у меня машина сломалась. Нет проблем. Это не сервис, это черт знает что. В прошлый раз они мне машину две недели чинили, пришлось на такси разоряться. Слушай, у меня сосед работает в автосервисе. Хороший мужик. И сервис, кстати, неплохой. Я звонил, узнал. Хочешь, я с ним поговорю. Ты меня так выручишь. Ну, хорошо. Да, ты меня только до метро добросишь. Да, я тебя до дома доброшу. Красивые девушки и звезды на метро не ездят. Подожди. Поехали. Уютный двор. Может, зайдешь? Я тебе кофе угощу. А то неудобно как-то. Все-таки не близко от меня жаешь. Нет, спасибо, я поеду. Что? Жена дома заждалась. Да, ужин стынет. Слушай, мне кажется, тебе лучше не надо говорить, что ты меня довозил. Потому что у меня такое ощущение, что я ей не понравилась. В счет взяла? Женская интуиция. Очень жаль, потому что я хотела ее кое-что попросить. О чем? Да у меня родители давно мечтали о путешествии по Волге. Я хотела сделать им подарок на юбилей. Думала, Надя сможет им что-то подобрать. Поможет. Подберет. Вот, встретитесь, поговорите, она обязательно подберет. Подвела тебя твоя женская интуиция. Да? Да. Раз ты так уверен, я соглашусь. Поехали. Давай. Пока. Пока. Серега, ну что там? Надо на диагностику загнать, чтобы точняк был. Ну, давай, загоняй. А ну, пока кофе-то пьем, если вы не против. Я с удовольствием. Прошу. Спасибо. Много у моего соседа таких красавиц-коллег? Таких я одна. Но остальные тоже ничего. Я бы в такой оранжере и не выдержал. А как Петр? Не того? Строго, международно. Петя, примей. Петя любит свою Надю, как Ромео Джилетто. Она того стоит. Готово, Андрей Степанович. Как? Так быстро? Для особых клиентов у нас особый подход. Да, пошел? Да, зайди ко мне через час. Ну что, можем забирать машину? Я вам очень благодарна. А можно я стану вашей постоянной клиенткой? Почту за честь. Спасибо. Надя, ты прости меня. Я на кухне немного того. Чего-то совсем голова закружилась. Хорошо. Кстати, насчет машины. Ты подгоняй, мои ребята все починят. Да у меня в сервисе тоже хорошие ребята. Пойдем, Денис, а то в садик опоздаем. Все равно моя будущая. Чем дальше, тем труднее. Как быть, не знаю. Молчать надо. Тем более, что поезд уже ушел. Ты расскажешь, он Петра резонный вопрос. А почему раньше молчала? Ну да. Это меня и останавливает. Да как назло, он Петру понравился. Они договорились, что в следующие выходные мы идем к ним с ответным визитом. Я с ума сойду. Здравствуйте. 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 Андрей, у тебя совести совсем нет? Ты теперь на работе меня будешь доставать? Нам нужно поговорить. Пожалуйста. Последний раз. Ты хочешь, чтобы я себя ненавидела? Ну, пойдем. Здравствуйте. Мне нужна Надежда Полякова. Ой, вы знаете, она вышла ненадолго. Но вы можете ее подождать, присаживайтесь. Вы знаете, у нас внизу есть отличное кафе. Хотите, там и подождите. Да, вы знаете, это так будет. Гораздо лучше. Ты веришь в судьбу? Вату. Спасибо. Да пойми ты, наконец, не случайно мы встретились. Не случайно соседями стали. И что, теперь ты хочешь, чтобы я ушла от мужа и бросилась тебе на шею? От мужа можешь не уходить. Андрей, ты хочешь, чтобы я стала твоей любовницей? Надь, ну, что за предрассудки? Вспомни, как нам с тобой было хорошо. Давай вернем это. Андрюш, ты что, рехнулся? Я тебя не люблю. И я не стану твоей любовницей. Тебе это ясно? Мы обо всем договорились в последний раз. Подожди. Привет. Как здесь, Эммир? Какие страсти я только что видела. Значит, получается, у нас два Ромео и одна Джилет. Так? Ты как здесь оказалась? Почти случайно. Но теперь думаю, что это судьба. Да. Значит, Надя не сказала Петру о вашем романе. Прекрасно. Для нас очень хорошо. Просто замечательно. В каком смысле для нас? Сейчас поймешь. Я люблю Петра. Я очень люблю Петра. Я считаю, что мы идеально подходим друг другу. А он, бедняжка, живет с Надей и думает, что счастлив. Сочувствую. Я тут при чем? Ну, я так понимаю. Она тебе, мягко говоря, отказала. А я ей как настигнула такого мужчину. Не хочешь ее наказать? Что ты имеешь в виду? Пока вы тут ворковали, я все пыду. Нужно скомпрометировать Надю в глазах Петра. Ну, у вас опять начался роман. Когда он этот поймет, он ее бросит. Она прибежит к тебе. Но ты уж сам решишь, что с ней делать. Ты знаешь, хорошая идея. Мне нравится. С чего начнем? Думаю, из вашего прошлого. Я только что говорила с Гавриловым. Леспром отказывается от встречного иска к Дельте. А это значит, победитель. Так, стоп. Давыдович, в курсе? Нет. Ну так быстро к нему. Гонец, приносящий хорошие новости, что получает? Премию. Алло, дурагентство. Алло, девушка. Девушка, срочно нужно две путевки на Луну. У вас есть? Наши агентства занимаются только внутренним туризмом. К сожалению, Луна пока в состав России не входит. Ты чего такой возбужденный? Что-то случилось? Слушай, мы дело выиграли. Очень важное и очень сложное. Я тебя поздравляю. Я очень рада за тебя. Ты приходи сегодня пораньше домой. Давай вместе отметим твой успех. Я с отцами приготовлю. Хочешь? Конечно, хочу. Только, слушай, я задержусь. Народ в ресторан собирается. Хотят отметить победу? Петя, тебе обязательно идти? Ты с Денисом давно не играл. Слушай, как-то неудобно. Но я же это дело вел, ты понимаешь? Слушай, я ненадолго. И Дениске скажи, что я обязательно с ним сегодня поиграю. И про Сациви не забудь. Хорошо? Все, я тебя целую. Пока. До вечера. У меня есть тост. Дени, Дени. Ребят, за нашу команду мы самый лучший. Ура! Ура! Ой. Боже мой, прости, это случайно. Что теперь делать? Ничего страшного. Так, ребята, я мысленно с вами, я в туалет посушить. Шет. Спасибо. Спасибо. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. А когда папа приедет? Скоро, скоро, мой хороший. Хочешь, я тебе сок налью? Да. Я пропал. У меня пять неотвеченных вызовов от жены. А я обещал ей сегодня быть пораньше. Брось, старик. Ты же говорил, что у тебя мировая жена. А мы сейчас проверим. Ничего, ничего, не волнуйся. Сейчас все исправим. Ну как? Абонент не отвечает или временно недоступен. Да ладно, Петь. Ну что ж теперь? Оставайся. Вот поверь мне, хуже уже не будет. Петя не может. У него жена строго изругать. Кого? Кто? Давай наливай. Ну это другое дело. Это по-нашему. За настоящих мужчин. Ура! Ура! До дна! Давай, тихо, тихо, тихо. Осторожно. Тихо, тихо. Осторожно. Сейчас мы полнимаем такси. Да. Отвезем тебе домой, хорошо? Да. Вот так, стой. Подождись. Подождись ты. Давай я тебя поставлю. Умница, все. Все. О, черт, сейчас стыкнули. Стой, стой, стой. Только не падай, не падай. О, такси. Стойте. Стойте. О, такси на Дубровку. Тихо, тихо, тихо. Давай. Да. Держись. Держись. Подожди. Осторожно. Прошу. Молодец. Нет, я первый. Я тебя прошу, только головой не стой. Хорошо. Да. Хорошо. Осторожно. Тихо, тихо, тихо. Все. Здравствуйте. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Целуй для Нади. Денис, сынок, ну ты газ-то сбавь немножко. Пап, ты заболел, и поэтому сегодня на работу не пошел. Нет, у меня сегодня выходной, но я заболел, да. А где ты был вчера? В ресторане, я же тебе говорил. Денис, иди в свою комнату мультики, посмотри, мне нужно с папой поговорить. Мам, не обижай, папа, он же болеет. Хорошо. Это что? Полина весь вечер сидела рядом, это ее духи. Я так и думала. А помада? Что было вчера? Ничего, отметили и поехали домой. С кем поехали? С Полиной? Да, завезли ее, а потом разъехались по домам. И по дороге она тебя помадой испачкала. Слушай, я ничего не помню. Петь, она к тебе липнет. Ты объясни ей как-то, или она тебе нравится? Нет, ну Полина, конечно, девушка эффектная. Но мы с ней коллеги не более. Это ты так думаешь? Здорово, сосед. О, здорово. Не забыл? Завтра мы вас ждем. Кстати, что пить будем? Ты что, на работе вчера перебрал. Сегодня с утра Надежда всех собак спустила. Так что я даже не знаю. Я бы с радостью, но Надя, думаю, вряд ли придет. Понятно. Жалко. Меня Светка уж тесто поставила. Поговори, может отойдет. Хочешь, я тебе свою на помощь пришлю? Не надо, я попробую сам справиться. Это я. Ну что, клиент созрел. Они с Надей, похоже, крепко поцапались. Так что сейчас самое время. Лови фотки. Поехали. Что за бред? Петь, ты получил письмо из-за арбитражного? Что какое? О том, когда будет слушаться наше дело. Ты мне сам сказал, что они тебе утром напишут. Да, прости, я забыл, закрутился совсем. Так получил или нет? Нет. Спасибо, что напомнил, я им сейчас позвоню. Петь, что-то случилось? Все нормально, просто душно. Молодой, я пойду. А это откуда у тебя? Добрые люди прислали. Заботятся обо мне. Это было еще до нашего знакомства. Это было очень давно. А сейчас началось сначала, да? Ты думаешь, у нас роман нет? Почему ты мне ничего не сказал? Я хотела тебе сказать сразу же, в тот же день, когда я первая с вами встретила. Но я не знаю, не получилось. А потом, потом это дурацкое новоселье. А потом, потом я боялась, боялась, что будет поздно, что ты будешь ругаться. А потом мы поссорились. Если человек хочет, он ищет возможности. Если нет отговорки. Мы не любовники, Петь! Пожалуйста, не надо из-за этой ерунды брошить нашу жизнь. Когда мы встретились, ты ничего не спрашивал. И я тоже. Прости. Я тебе правду говорю. Я не буду. Прости. Пожалуйста, я тебя очень люблю. Я спать. Какая же я дура. Садись и пристегнись. Петь, скажи мне только, ты меня простил? Простил, простил. Ты умеешь умеждать. Ты самый лучший муж на свете. Пойдем, кофе выпьем. Я не хочу, спасибо. Коллега, вы мне не нравитесь. Вы случайно не заболели? Случайно. Случайно. Все случайно. Соседи, встречи. Петь, ты второй день сам не свой ходишь. Дома проблемы. Да нет, все нормально. Слушай, я, наверное, пойду домой. Я не работник сегодня. Ты знаешь что, ты... Ты оставайся за меня, ладно? Раз виноваты. Привет. Я на секунду. Света сказала, что ты обещала ей рецепт какого-то вкусного кролика. Хорошо, сейчас. Значит, это не ты точно? Да клянусь тебе, не посылал я Петру никакие фотографии. Да я даже адрес его не знаю. Ну а откуда тогда они взялись? Да говорю же, не знаю. Слушай, они же у меня в соцсети на страничке висели. Тхи. Я до лет сто уж не заходя. Наверное, кто-то их скопировал оттуда и отправил. Дурроды, а. Да, разные люди бывают. Вот. Неужели они хотели таким образом расстроить наши отношения с Петром? Привет. Андрей пришел за рецептом. Света его послала. Рецепт нашего вкусного кролика. Вот зашел. Привет. Ну что, как кролик получился? Вкусный? Какой кролик? Я сейчас вообще не до кролика, честное слово. Подожди, Андрей вчера приходил за рецептом, сказал, что ты его послала. Нет, никого я не послала. Скорее он меня скоро пошлет. Ну ладно, я пошла. Ты чего домой не идешь? Кассацию срочно нужно писать. Клиент торопит. По какому делу? Дай помогу. Не надо, я сам справлюсь. Нет никакой кассации. Что с тобой? Тебя в последнее время как бы подменили. Ну скажи мне, мы же друзья. У моей жены любовник. Подожди, я сейчас... Я сейчас... Подожди, подожди. Не может быть. Она же тебя так любит. Ну видимо, уже не так. А ты уверен? Насчет любовника? В постели я их не видел, но... Некоторые факты имеются. И ты узнаешь, что Андрей... Как? Ваш сосед? А когда они успели? У нее был бурный роман лет шесть назад. Видимо, старая любовь воскресла. Так, так, подожди. Я тогда не придала этому значения, но... Когда я приезжала к Наде за путевками в ее агентство для родителей, я видела их с Андреем в кафе. Да, они что-то бурно обсуждали. Я еще подумала, так мало знакомы люди и не могут разговаривать. Странно, она мне ничего не сказала. Хотя... Этого следовало ожидать. А как это она объясняет? Да никак, она все отрицает. Послушай, я ей не верю. Посоветуй, что делать? Надо подумать. Одно я знаю точно. Тебя сейчас одного оставлять нельзя. А то ты совсем суетнешься. Поехали ко мне. Домашняя атмосфера и дружеская обстановка. Это лучшее лекарство. Серьезно. Поехали. За друзей. За тебя, Полин. Я тебя прекрасно понимаю. Я тоже пережила предательство. Он меня не просто обманул. Он меня в грязь отопдал. Ты даже не представляешь, чего мне стоило вернуть себя к жизни. Много мужчинам к этому легче относится. И сейчас. Не лезет. Не лезет. Петь, а ты куда пропал? У тебя все в порядке? Да, все хорошо. А когда ты вернешься? Скоро. Почему ты так говоришь? Тебе неудобно? Ты где? Я же сказал, скоро приеду. Ладно. Все, все. Я тебе больше докучать не буду. Просто приезжай поскорее. Мы с Дениской очень по тебе соскучились. Отлично. Ты же мне звонил? Да. Полин, спасибо тебе за все. Я поеду. Ты уверен? Нет. Ну, поеду. Ой, привет, Света. А? Здравствуйте, тетя Света. Денис, иди на горке покатайся. Ладно, мне сегодня с Светом надо поговорить. Мне сегодня с Светом надо поговорить. Что случилось? Свет. Ну, ты со мной поговори, может, я чем-то помочь смогу? Ладно, все, хватит плакать. Давай рассказывай, что случилось, ну? Ну, это что такое? Ну, это что такое? Это что? Андрей? Ну, он никогда бы таким раньше не был. Я же все для него делала. А ему все не нравится. Сначала грубил, а теперь вот. Я не хочу так больше жить. Сейчас вышла на балкон, смотрю вниз и думаю, еще пара секунд и все кончится. Так, стоп, Свет. Ты что такое говоришь? Ну-ка, брось. Свет, послушай меня. Хочешь, я с ним поговорю. Правда? Да. Надя, честно? Надя, мне кажется, он тебе послучает. Хорошо, хорошо, я поговорю. Ты только успокойся. Эти мысли про балкон брось. Ясно? Ты меня поняла? Да. Надя, как я рад тебя слышать. Давай без этих глупостей, я звоню тебе по делу. Нам нужно встретиться и поговорить. Это касается Светы. Ты сегодня сможешь? Для тебя я всегда найду время. Давай встретимся в торговом центре в начале проспекта. В кафе. Часов в пять. Договорились? Ну, подруга, ты попала. Надо было по-хорошему соглашаться. Петь, ты не прав. В процессе на 30 миллионов мы лажануться не можем. Ты ошибся. И Давыдович совершенно справедливо передал дело Диме. Я ошибся, потому что в голове дурдом. Точнее, дома. Так нельзя. Ты себя угробишь. Ладно, все. Нет, подожди. Вообще-то мне к тебе одна просьба есть. У меня опять машина в бараке, а ты мне не поможешь. Помогу. Привет. От тебя. Твои любимые. Это лишнее. Я пришла с тобой поговорить насчет Светы. Она на грани самих убийств. Да глупости. Она все выдумывает. Пожалуйста, прекрати над ней издеваться. Она ни в чем не виновата. Она тебя любит. Она совсем не глупая. Искренняя женщина, ну. Да меня от ее искренности уже тошни. А зачем тогда женился? Властяцкая жизнь надоела. А вон и мой магазинчик. Она вроде молодая, верная, любящая, хозяйственная. Цени. Петя, пожалуйста, давай не здесь. Дома разберетесь. Пожалуйста. Пей, пей, пей. Пойдем. Бесполезно разговаривать. Если я хоть раз еще увижу слезы на ее лице. Или тем более синяк. Я просто пойду в полицию. Расскажи лучше про себя. У вас с Петром проблемы, да? Мы просто вчера столкнулись на улице. Так он едва кивнул. Ревнует, что ли, от Эллы. У меня умный муж, и он не доверяет. Петя, послушай, мы встречались из-за Светы. Угу. Для того, чтобы решить, как от нее избавиться, да? Чтобы она вам не мешала? Нет, все не так. Все, я... Я не хочу тебя слушать. Я тебе не верю. Хватит держать меня за дурака. Денис! Сынок, иди ко мне. Сынок. Я сейчас буду женщином вместе. Но мы с тобой будем видеться. М? Я тебя очень люблю. И ты куда? В гостиницу. Пока. Мам, а почему папа больше не хочет жить с нами? Денис, ему сейчас очень тяжело. Ему нужно попасть одному без нас. Но это временно. Но не волнуйся. У нас все будет хорошо. Все наладится. Ой, это тяжело приехать в эту квартиру. Лена, я не знаю. Я решила, возьму отпуск на пару недель. Побуду с Денисом. Потому что ему сейчас очень тяжело. Сама как-то в себя приду, разберусь, вообще как дальше жить. Ну и правильно. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам. Вот, сувениры вам из Ярославля. Поездка была замечательная. Все было организовано до высочайшего удара. Спасибо. Мы очень рады. Приходите к нам еще. Ладно, Лена, я пойду. А, ну хорошо, давай, Надюш. Ну, как-то даже неловко. Ничего, ничего. Боже мой, какая прелесть. Приходите к нам еще. Да. Я, собственно говоря, уже пришел. Ой, Свет, привет. А ты чего с сумками? Я уезжаю. Ну, хочу тебе кое-что сказать. Мне Андрей все про тебя рассказал. Ну, ты проходи, давай поговорим. Нет. Нет. Я думала, что ты мне помочь хочешь. А ты смеялась надо мной. Вы. Жестокие и злые люди. Вся ваша Москва. Запомни. Все, что вы мне сделали плохого. Вам обязательно вернется. Боже мой, за что мне это все? Полина, у тебя никого нет, кто квартиру сдает. Я из дома ушел. Ты все правильно сделал. Тем более, после того, что мы видели. Никаких сомнений быть не может. Я одного понять не могу. Почему она не признается? Ну, вот зачем отрицать очевидное, а? Ну, это же чушь какая-то. Зачем? Зачем ты надо? А с квартирой? Ты не переживай, у меня есть один знакомый агент. Я прямо сегодня ей позвоню. Агентство закрыто по всем вопросам. Как это закрыто? А как же у меня там вещи остались? Фотографии Дениса? Ну, вещи они отдадут. А вот зарплату. А, вот! Так, бежим, а то нас порвут как ту зигрелку. Спокойно! 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 Извините! А ну-ка, стоять всем! Думаешь, Стеклов выкрутится? Думаю, пора искать новую работу. Я, кстати, уже начала. Да, тебе проще. Тебе хоть родители с Егором помогут. А я одна. Тяжело мне будет с ребенком устроиться. Неужели Петр не поможет? Обязан. Лен, с ним вообще бесполезно разговаривать. Особенно сейчас. Так что, чем быстрее найду работу, тем будет лучше. Ага, вот вы мне и попались. Бегите, я прикрою. Ой. Здрасте. Поздравляю! Когда будем новоселье отмечать? Да ты знаешь, нужно сначала вещи перевезти и купить кое-что. Я думаю, я здесь надолго пришвартуюсь. А что ты с квартирой решил? Ты знаешь, я решил ее не делить. Пускай Надя с Денисом живут, он мой сын все равно ему еще достанется. Петь. Угу. Надя разрушила вашу семью. Денис с ней остался. Алименты, квартира. Я немного. Вот увидишь, она тебе еще будет указывать, когда видится с сыном. Полина, ты переборщиваешь. Надя на это не способна. Ты не знаешь женщин? У нее все. У тебя ничего и кредит. Они с любовником просто смеются над тобой. Нет. Ладно. Посмотрим, я еще ничего не решу. Давай, давай. Давай. Давай, давай. Мама пришла. Папа, ты теперь больше не будешь с нами жить? Нет. У меня теперь своя квартира будет. Приходи в гости. Ну почему? Я не понимаю. Так лучше будет для всех. Ты же видишь, мы с мамой в последнее время рукаемся. Привет. Привет. Ой, а вы меня в свою игру возьмете? Конечно, мам. Только немножко попозже. Мы сейчас с мамой поговорим. Хорошо? Да. Как главная собственная квартира, я хотел бы ее продать. Не волнуйся, ты получишь свою долю. Хорошо. Но эта квартира не принесла нам счастья. Ну, это еще не все. Я хотел бы, чтобы после развода Дениска остался со мной. Но это невозможно. Почему? У тебя нет работы, квартиры. Родители умерли. У меня хорошая работа, квартира. Мама из Питера приедет. Мы хорошо воспитаем Дениска. Ты меня ненавидишь? Ты хочешь это делать не вольно? Ты сама во всем виновата. Но ты этого не делаешь. Конечно, решение будет принимать суд. Ну, в силу перечисленных моих обстоятельствах, я думаю, что он будет на моей стороне. Петь, ты можешь забрать квартиру, все, что угодно. Теперь забрай меня, сын. Оставь мне Дениса, пожалуйста. Най, зачем тебе Денис? У тебя романы-любовники. Я перед тобой ни в чем не виновата. Ты когда-нибудь это поймешь. Оставь мне Дениса, он единственное, что у меня осталось. Петя! Петр! Нет! Петя, пожалуйста. Мама, у меня здесь болит. Что? Что случилось? Мама, мне трудно ощущать. Что? Ой, ну что, доктор, что я с ним? Пока ничего не могу сказать. Ждем анализы. Он на сердце никогда не жаловался. Нет, что-то с сердцем не так. Я же сказал, пока не можем диагностировать. Подождите. Я одного понять не могу. Почему она не признается, а? Вот что это за ослиное упрямство? А какое это теперь имеет значение? Тебя впереди ждет новая счастливая жизнь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Что случилось? Что? Где вы сейчас? Что такое? Тебе кто и адрес? Я сейчас приеду. Привет. Папа пришел. Да. Ну, ты как, мой, дорогой? Ну. Вот, заболел. Теперь в садик не пойду. Ничего, Денис, тебе все равно садик не нравился. Мам, как вам что врач говорит? Да он лучше, они диагноз не могут поставить. Ладно, я пойду, не буду вам мешать. Мам, не уходи, пожалуйста. Хорошо, хорошо, я останусь, ты не волнуйся. Мам, пап, я хочу раскрыть вам ужасную тайну. Я в саду целовался с девочкой. Мам, пап, я хочу сказать, что это не было. Молодец. Какой-то у нас уже большой. Никакой патологии мы не обнаружили. Сердце здоровое. Это самое главное. Тогда что это было, доктор? Мое мнение, у мальчика неврактический синдром. Он и вызвал спазм дыхания. А чем вызван этот синдром? О, он повторится, может? Как правило, синдром возникает по причине острой стрессовой ситуации, в которую попадает ребенок. Соответственно, чтобы не допустить рецидива, надо ее не допускать. Доктор, у нас сейчас с женой очень сложный период. Мы разводимся. Это могло спровоцировать стресс? Разумеется, отношения в семье важнейшая часть психоэмоциональной сферы в жизни ребенка. Короче говоря, дорогие родители, разберитесь друг с другом и поберегите вашего ребенка. Недельку он полежит у нас в нейрологии. А уж дальше вы сами постарайтесь. Это мы виноваты, что Денис попал в больницу. Это мы во всем виноваты. Послушай, давай подумаем над тем, как мы будем жить дальше. Я сделаю все, чтобы мой сын был здоров. Надь, ты меня прости за тот разговор на кухне. Я погорячился, я не знаю, что на меня нашло. Конечно, Дениска останется с тобой. Это без вопросов. А я хочу, чтобы вы знали, что бы ни случилось, вы для меня самые близкие люди. ты не должен себя винить, слышишь? Я виноват. У меня сын в больнице, и я в этом виноват. Я бы на твоем месте этим районным врачам вообще не доверяла. Стрессы у них виноваты. Хочешь? Послушай, хочешь, я найду хорошего врача, и мы покажем ему Дениску. Найди. Ну там врачи хорошие. Мне надо с Надей поговорить. О чем? Ради сына я готов изображать хоть само святое семейство. И как долго ты готов это изображать? Сколько понадобится. Петь, я понимаю, сейчас не самое временное, я должна тебе сказать, я люблю тебя. Правда, я очень люблю тебя. Ты мой самый, самый любимый человек, мне все эти претензии. Я понимаю, что тебе сейчас очень трудно, я готова тебе помогать. А я сделаю все для того, чтобы ты, для того, чтобы мы с тобой были счастливы. ты думаешь, я слепой? Ты думаешь, я ничего не вижу? Ты красивая, хорошая, ты добрая. Я не представляю, как бы я справился без тебя со всем этим. Так в чем же дело, милая? Я не хочу тебя обманывать. Я не люблю тебя. Прости. Дело не в тебе. Просто мне сейчас не до любви, понимаешь? Ну, ты же, ты же все видишь. Мне время нужно, чтобы у себя обрести. Прости меня. конечно. 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 И... Хорошо. Я подожду. Я не хочу тебя торопить. Я не хочу тебя торопить. Привет, Надюша. Привет. Это и есть у серпиз? Частично. Вот ваши вещи из офиса. Спасибо. Да, мои. А вот ваша зарплата. С компенсацией за незаконное увольнение. Владимир Геннадьевич. Большой специалист по защите прав граждан от всяких жуликов. У них с сыном даже свои фирмы, представляешь? Спасибо вам большое. Мне сейчас очень деньги нужны. Лена мне все рассказала про проблемы с вашим мужем. Давайте мы вас подвезем и по дороге поговорим. Мы вас в обиду не дадим. Хорошо, спасибо. Это тоже вам. Мне? Спасибо большое. Как ты успела? Хорошая. Да просто мечта, а не мужчина. Поэтому действовать нужно было быстро и решительно. Подробности потом. Пошли. Пойдем. А где Полина? Не знаю. Сказала, вроде, суд идет. Давно ушла? Где-то полчаса назад. Клиент, нервный. Поэтому эту машину нужно починить в первую очередь. Давайте. У нас проблема на ровном месте. Это в курсе, что Денис попал в больницу. Нет, а что с ним? Да какая ты ерунда на нервной почве, но... Ведь ради здоровья сына хочется забыть, простить и изображать. Снаде счастливую семейку. Черт, а. Кринь, если не вовремя. Вот именно. Так что, если ты не передумал, времени у тебя немного. Да понятно. Ну, что я им устрою счастливую семейку? Ты нашел заключение экспертизы? Давида червет и мечет. Дима, ну, а у Полины я не могу ее найти. Посмотри в ее компе. Времени нет совсем. Хорошо. Так. Стоит на часок отлучиться, и вся работа встала. Но теперь вроде бы все окей? Черт. Да, я нашел заключение. Угу. В твоем компьютере. И нашел еще кое-что. Что? Проект предоносится. Слышал о таком? Ну, и тварь же ты, Полина. А я дурак, что повелся. Я сделала это ради тебя. Мне не стыдно. Как только я тебя первый раз увидела, я поняла, что ты мой, просто мой, и больше ничей. А Надя, она тебе не пара. Я лишь хотела помочь тебе и то увидеть. Но у меня ведь все получилось. Еще чуть-чуть. И ты был бы моим. Твоим. Ты прекрасный, Юрин. Я тоже подумала, сколько мы могли бы достичь вместе. А Надя, что? Что может дать тебе твоя, Надя? Она мне может дать то, чего ты никогда не дашь. Потому что этого у тебя нет. Пошла вон. И если когда-нибудь ты встретишься на моем пути, или на пути моей семьи, я тебя убью. Да, Надя, я сейчас приеду. Это очень важно. Дело в том, что я идиот. Ну, а подробности при встрече. Спасибо. Это ты? Андрей, что тебе надо? Тебя. И только тебя. Наше прошлое нас не отпустит. Уходи сейчас, Петр придет. Твой Петя сейчас с Полиной развлекается. Отпусти меня. Нет, сегодня ты меня выслушаешь. Сегодня у нас особый вечер. Вечер, когда прошлое становится настоящим. Андрей, пожалуйста, уходи. Сейчас правда придет Петр. Хочешь, я с тобой потом встречусь. Андрюш, ну... Нет! Сегодня. Сегодня и никогда. Где у тебя стаканчики? Не знаю. Андрей, что ты делаешь? Это наша венчальная чаша. Это нашу вечную любовь. Вечную. Бесконечную. Я не буду пить. Пей. Если ты не уйдешь, я сама уйду. Нет! Никто никуда не пойдет. Мудочку. Позвольте пригласить вас на танец. Пусти меня! Пойди, ты тоже не буду! Пойди, не успей! Пойди, не успею! Пойди, ты в порядке? Пойди, я не в порядке. Я бы даже крадула, что ты срежел. Я не стал угрожать, набросился. Все, все, все. Все. Все в порядке. Я вам тебе не причинить вреда больше. Все. Все, 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 все. Алло, полиция? Прости меня. Я очень перед тобой виноват. Я не знаю, что это было. А я знаю. Это наша проверка на любовь. Которую я, кажется, еще не провалил. Как хорошо, что все закончилось. Субтитры сделал DimaTorzok Пап, а мне сеструку дадут подержать? Нет, Денис, она же маленькая еще. А вот когда их с мамой выпишут, вот тогда ты с ней сможешь поиграть. Ой, я так жду, я очень рада, что у меня теперь есть сестренка. Привет, смотри, мама. Мам, привет! Здравствуйте, мои хорошие, как вы там без меня, соскучились? Скучаем, Надюш, скучаем. Ждем не дождемся, когда вас с малышкой выпишут. А вот и малышка. Смотри, 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 твоя сестренка. Пап, это моя сестричка? Смотри, какая она маленькая. Пап, а на какого она похожа, на тебя или на маму? Я думаю, она похожа на тебя. Правда? Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова